здравствуйте приветствую с какой целью здесь разговаривать ровно какие темы разговаривать давайте мы для начала представимся давайте меня евгений зовут я из москвы мне зовут артем я донечанин из киева вы простыли что болеете за першива горло до в горло что-то попало до за першива российская российская федерация да видимо не дает вам спокойно дышать для этого для того чтобы горло не першил у меня есть вода слава богу пока есть говорят в одессе не дождетесь но где-то точно дождутся переживайте все дождутся собственно самом деле хочется без сарказма и вот без бы без этой иронии хочется конечно же что все это закончилось потому что напрягает это и вашу сторону и нашу сторону все всем это не нравится максимально может быть может быть не надо было начинать не на если мы не начали начали бы вы этой серии сколько у нас танков 100 а сколько в россии там 5000 сколько у нас самолетов 100 а сколько в россии тысячи сколько у нас там чего-нибудь еще давайте нападем на россию вы это так представляете послушайте ваше вооружение закончилась не успев начаться до 3 месяца сейчас на 3 месяца украины используется против российской армии 3 месяца мы оборонялись без какой-либо поддержки за мы 3 нет слушайте 3 месяца вы оборонили так и мы с палками ходили 3 месяца понимаете с палками да ну что-то я помню рады смерчи ракет мир смерчи в смерчах тоже мы виноваты то есть вы считаете что мы еще умеем управлять природными а вы не косить не косите под дурачка есть они как есть такая система залпового огня смерч смерч ураган под дурачка косите вы говоря о том что у вас там мало танков вы своим вас свои ваша вооружение не успевает вы даже завести его не смогли у вас все пришлось запада все почему же ваш вас на вашей птичке падали почему у вас оружие почему у вас на вашем параде всего лишь один т-34 если вы так быстро и разобрались достаточно 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 было показать 1 т-34 т-34 это легендарный танк благодаря которому мы в рот дали третьему рейху и соответственно но пока самое интересное вот а как мы до сих пор помню самое интересное т-34 да смотрим т-34 85 ствол благодаря чему был сделан наверное благодаря тому что американцы передали станки которые могли рассверливать такую длину и такой калибр двигатели в т-34 ой опять американский алюминий ой а башня башня что же мы по поводу башни башня стояла на вот вот этом подшипники здоровом до который опять же делался на американских станках знали как им пользоваться вам еще отправили туда сотни сотни экспертов и консультантов чтобы научить вас блять на курок нажимать это до сих пор в этом блогу рубля друг другу поубивали вот себе головы повыстреливали чтобы там рассказывать чисто заорать да нормально ты общаться не умеешь я смотрю ты не успеваешь я не успеваю ответить ты уже начинаешь это классика обычного российского блогера я начал говорить вы в параллель начали говорить причем здесь классика вы не воспитанный человек вы перебиваете вы поверх моих слов которые вам не нравятся которые являются правда потому что подростки на поток накидывать накидывайте свой вот этот петушин вот это вот а уже пошли оскорбление вот самое интересное когда идет поток постоянный бессознательного и не дается ответиться ни на что то за конечно я буду перебивать конечно я буду перебивать а что я буду слушать вот этот бред нет оскорбление петух петух это блок петух это птица да 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 тогда ты петух пошел нахер не я потому что тебя ноль нон-стоп поток бессознательного я не оскорбил эти просто послал нахер ну не нахер ты меня послал не я нахер тебя послал я всегда брали меня да конечно ты конченый расист и пошел нахер все еще раз постоянно тут для расти холодильник где ходить всех на кухне в холодильнике на кухне холодильник есть он должен стоять ну я и спрашиваю холодильника же в прошеде холодильник день просто совершенно понятно не понял на кухне как не поняли холодильник что холодильник почему холодильник на кухне холодильник правильно на кухню дальше приветствую но меня зовут артем я доничанин из киева как вас зовут откуда вы доничанин из киева я понял троллинг так уровня ниже плинтуса добра не желаю пошел нахер мой народ на кухне законы и стою на машине и приветствую здравствуйте меня зовут артем я доничанин из киева как вас зовут откуда вы меня зовут николай николаевич я с виницы слава украине какая значит балабол никакой ты не из виницы а ты думаешь что все украинцы кричат на вот эти бандеровские выключи а так ты совок контуженный совок ты думаешь что в украине что не мая нормальных людей которые не кричат бандеровские лозунги а причем есть бандеровские лозунги а яка может быть слава кто ее придумал ну не бандера что значит не бандера вот так не бандера вот так в году так восемнадцатом девятнадцатом тысяча восемьсот тысяча девятьсот восемнадцатом девятнадцатом сечевые стрельцы это приветствия приветствия было такое у них приветствия было дорогими слава иисусу христу у военных было слава украине козакам слава у стрельцов не было такого не броши брехню не разносит а ты коллаборантик потому что такое вот не главное я тебя записал добра не желаю таких тоже надо показывать можно пресс посмотреть классный просто я не по мальчику а кто сложится и пацану и что крест нашел на я поклоняюсь демон во власти темы тебя давно уже ударила по голове а ты кто по жизни мешку ты кто по жизни ты чё решил минут на рамсы вот и подожди ты чё сидишь и что же бакалалайский лишу за что ли свое стоило нет я просто общался с такими поэтому знаю поэтому не вообще-то мне пацаны пацаны я вообще-то работы в син и забывай и что федеральный службы исполнения наказание что влах-влах-влах боюсь боюсь бойся чем не боялся а ты пупсик привет здравствуйте 18 лет есть есть вот рождение 2003 меня зовут артем я донечанин из киева как вас зовут откуда вы егор меня зовут и горе из казани татарстан чем здесь разговариваете его да обо всем в целом там о чем разбираюсь а там и говорю я наверно не буду сильно интересен я разговариваю об отношениях стран моей собеседника ну я в этом не силам поэтому вот ну желательно было бы начинать разбираться потому что я слишком молод для этого знаете я думаю я подрасту наберусь в мудрости тогда уже сформировать свои политические взгляды и тогда понимаете проблема заключается в том что учитывать то что вам сейчас 20 лет 19 19 будет 20 вы очень легко попадаете под мобилизацию у меня есть категория в я не подхожу под мобилизацию ну ты вам повезло возможно потому как сказать очень многим конечно конечно не повезло и очень многие сейчас уже ничего не могут говорить но как сказать повезло у меня плоскостопие четвертой степени вот знаете не особо тоже приятно ну лучше бы лучше иметь плоскостопие четвертой степени чем не иметь вообще ну ну это правда это правда шла тогда не буду вам мешать удачу вам и и и и и